Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о часах для лета для женщин. Поскольку летом все ходят с открытыми руками, без рукавов, то всегда есть возможность на сайте алиэкспресс купить несколько китайских часиков под разные платица девушкам. Мужчинам тоже можно под рубашки взять, девушкам это более актуально. Например, хочу показать вам вот такие вот замечательные часики, друзья. Эти часики, не поверите, стоят всего лишь 200 рублей. Вот информация о заказе. То есть, видите, продавец АЗКК Сторы. Новые модные женские часы с магнитным браслетом. Ну, в общем, миланская петля-браслет называется. И цена всего лишь 200 рублей. Это получается 3 доллара. Это вместе с бесплатной доставкой из Китая. Представляете, 200 рублей это съездить на трамвае на метро, например, в центр города и вернуться назад. Одна поездка просто в город на общественном транспорте. Вообще ни о чем. И вот таких часов можно взять сколько угодно. Часы эти были заказаны 1 апреля. То есть, прошло два месяца. В течение двух месяцев жена их носит у меня ежедневно. Конечно, если взять беленькие часики, им вот ничего не будет делаться. Но поскольку часы фиолетовые, то браслет, конечно, из-за магнитной вот этой вот застежки, видите, вытирается краска. Но это неизбежно. То есть, часы, конечно, долго вот в таком вот цвете не пробудут. Их потом можно будет выкинуть. Но если взять такие 3-4 модели разноцветные часов, то на лето вполне, ребята, и потерять не жалко на пляже где-то. И если даже украдут у вас, когда вы купаться пойдете, это ни о чем. Из недостатков у этих часов единственная проблема, это вот этот вот ремешок, он достаточно тоненький. И супруга говорит, что браслет магнитик плохо держит. Я вот смотрю, вот он вроде очень хороший такой. Но у неё на руке он, видимо, за счет всё-таки тонкого ремешка иногда вот съезжает. Хотя он очень хорошо, на мой взгляд, держит. Не знаю. Но она вот жалуется. У неё ещё есть одни часы. Вот такие вот часики. Она их очень-очень любит. Тоже браслет такой же, с магнитной застежкой, но этот браслет толще. И здесь вот он держится вообще шикарно. Она на него не жалуется. Видите разницу, да, в толщине браслета. Вот такие уже часы побольше. Название часов я вам говорить не буду. Ну, не имеет права китайцы такое название делать на своих часах. Эти часы также стоят в районе там 200-300 рублей. Но здесь произошла беда у них. Треснуло стекло. Вот. Часами она, кстати, пользовалась больше полутора лет вот этими. Я на них менял батарейку. Замена батарейки обошлась 200 рублей. И вот она их ударила ручку дверей железную и треснуло стекло. Заменить стекло стоит 500 рублей на них. Новых часов таких, к сожалению, в продаже нету. Но это и понятно. Сейчас на Алиэкспресс запретили торговать часами с чужими названиями, да, с названием чужих брендов. Поэтому вы их не купите. Вот. Я даже не знаю, возможно, я поменяю на них стекло всё-таки. Видите, что китайцы творят. Часы-то классные. Но пока принято было решение взять ей вот эти вот за 200 рублей на лето. И она очень довольна. Она очень любит. У меня фиолетовый цвет прям обожает. Марка этих часов называется Никак. Поскольку тут кроме слова кварц ничего не написано. Ходит, естественно, точно, что кварцу может сделаться. Стекло такое вот оригинальненькое. Ну, не знаю. Наверное, это, конечно, пластик. Вряд ли китайцы так вот заморочится с настоящим стеклом. Но, тем не менее. Вообще, к чему этот выпуск, ребята? За 200 рублей из Китая вот такие вот часы, которые у нас продаются в ларке по тысяче рублей где-то. Закажите себе штук пять. Фиолетовые там, с белым циферблатом. Эти вообще можете на несколько лет прям носить, пока не расквасите их. Ну, такие вот они оботрутся. Особенно браслетки. Но всё равно там красненькие, зелёненькие, подплатица любых цветов. И летом, когда в открытой одежде ходите, пользуйтесь, наслаждайтесь. Не обязательно покупать себе дорогущие часы. Дорогие часы носите осенью, там, похолодает, когда под рукавом. Да, приятно знать, что у тебя там хорошие часы одеты. А летом... Зачем? Они все очень красивые, они все показывают время. В общем-то, такой вот небольшой выпуск. И моё мнение по поводу женских часов китайских с Алиэкспресс. Обязательно берите кварцевую. Батарейка тоже ни о чём, стоит недорого. Если хотите, чтобы батарейка не садилась, просто головку вытащили, она садится не будет. Видите, она даже тут штучку специально назад ставила. Головку защелкните, часы пойдут. Всё, всем пока. Спасибо за внимание. Комментируйте, что об этом думаете. Готовы ли вы покупать дешевые, но симпатичные часики или нет. Всем удачи!